Друзья мои, всем привет! С вами снова я, Димас. Вы на канале Кузбразер Хук. С нами вся Банда. Оператор Антон, естественно, присутствует. Куда же без него? И сегодня мы для вас делаем долгожданный десерт. Сегодня будет блюдо такое, достаточно даже очень сильно знаменитый по всему миру. Мы решили его тоже приготовить. Мы же тоже часть мира. В наших условиях, опять же, при нашем оборудовании, при наших достатках, решили сделать свой рецепт. А рецепт сегодня будет Нью-Йорк Чизкейк. Как мы его видим в наших условиях, опять же, повторюсь, при наших возможностях. Так что начнем с ознакомлением продукции, какая у нас сегодня будет присутствовать. Для кожа, так называемого, нам понадобятся, естественно, юбилейные печенья. Мы используем юбилейные в нашем случае. Не будем выпекать никакие свои по каким-то рецептам. Не покупать супердорогие, а будем использовать обычные наши юбилейные печенья. Всеми любимые, и они подходят именно к чизкейку отлично. Вид без всяких добавок, без всего. Также масло будет использоваться. Масло будем миксовать с печенюшками нашими. Также у нас будет творожный сыр. Мы взяли 1,6 кг. Достаточно много. И у нас получится, в принципе, большой чизкейк. Я надеюсь, что он пропечется, высокий. Что не пропечется, он дойдет в холодильнике, как бы это ничего страшного. Также мы возьмем 4 яйца. Просто 4 яйца, целиковые. Кстати, яйца домашние. Нас угостили здесь на селе. Также у нас будет экстракт ванили французская. Ваниль французская, ароматизированная, пищевая, все дела. Нашел в замечательном магазине. Сахарный песок будет присутствовать, чтобы придать чизкейку вкус. Без других добавок у нас ничего нет. В начинку мы ничего не будем добавлять. На мой взгляд, это самый правильный, как говорят, классический рецепт нью-йоркского чизкейка. Так что приступим к приготовлению. Мы в нашей чудо-печке включили уже температуру. Идет нагрев. Сейчас приступим к тому, что будем перемалывать наши печенюшки. Можно их немножко еще помолоть. Поломать точнее, чтобы еще легче это было. Ну, вот так мы перемалываем, ребят, наши печенюшки. Они, в принципе, очень быстро перемалываются. 10 секунд, все готово. Слишком много не забивайте, чтобы у вас блендер как бы не заспало. Все аккуратно. И в емкость вот этот перекладываем. И остальные. И добавляем наше масло, наше печенье. Добавим часть сначала. Здесь, сколько она, 150 граммовая? Масло, оно не должно быть растаянное, топленое такое. А вот должно быть такое мягкое. Потому что нужно вот все размешать наше печенье вместе с маслом, чтобы перетереть, как так сказать. Ну, вот, ребят, мы все перемешали. Вот видите, как лепится. Кашу масла не испортишь, но смотрите, не переборщите, чтобы масла слишком много не было. Главное, чтобы лепилось. Вот. Что дальше? Дальше мы берем форму. Такую покупал. Я на всякий случай ее закрою. Как все рекомендуют, внизу фольгой. Естественно, у нас есть дно. Мы ее застелили немножко, чтобы было потом поприятнее резать, не портить дно. Выкладываем наши печенюшки. Сразу можно смело все. И распределяем по всей поверхности. Немножко прижимая. Естественно, заходя на края, у нас будет торт высокий. Так что края старайтесь тоже, как бы, сделаем повыше. Смотрите, что у вас было, как бы, все ровное. Прижимайте все без дырочек. Следите за этим. Ну, если у вас чуть неровности будет, это, как бы, нормально. Это сразу видно, что такое делается. Это все не на производстве, а в домашних условиях. Даже когда вы срываете на огороде яблоко и видите, что оно червивое, вы сразу знаете, что оно более натуральное. Потому что там есть червячок. Когда вы покупаете яблоко в магазине и видите, что оно такое красивое, и там нет червячков, я не советую вам такое яблоко покупать. Оно химическое. Так же и в торте, в производстве, в домашнем. Всегда должны быть какие-то неровности, изъяны. Вот, ну все, мы выровняли, все у нас плотненько. И ставим нашу заготовочку в разогретый шкаф. Наш конвектомат. Вот, мы его разогрели, он у нас на соточке стоял. Ставим 150 и на несколько минут убираем в духовочку. 5-10 минут у нас будет стоять. Ну что, друзья мои, вот мы поставили нашу печенюшку в духовочный шкаф. Пока у нас все запекается, у нас есть время приготовить наш сам как бы основное, наше творожное чудо, чизкейк. Для этого мы вот приготовили у нас полтора килограмма творожного сыра. Мы его сами не готовили. Мы покупали в магазине. Возможно, когда-нибудь приготовим сами. Попробуем кучу рецептов по этому поводу есть. Добавляем сахарный песок. У нас получается где-то 350 грамм. Надеюсь, не сладко будет. Четыре яйца. Ну что, друзья, вот мы с горем пополам нашим наручным погружным блендером все это чуть-чуть перемешали. Не взбивали, просто перемешали. И добавляем наш экстракт ванили. Он достаточно ароматный. Раз, два, четыре, семь. Я, пока на рынке, обычная французская ваниль. Есть большие пузырьки, есть маленькие. Стоит недорого. Хватит вам его намного. Сейчас еще чуть-чуть перемешиваем. И все, и достаем наши печенюшки. Мы не стали много яиц добавлять. Посмотрите на наш результат. Все добавляли намного больше. Видите, он такой густой получается. Не жидкий. Так что сейчас будем с помощью... Лопатки у нас нет, к сожалению. С помощью перчатки распределять и ложки по форме. Я вот достал нашу форму. Она подзапеклась, в принципе. Сильно я ее не запекал, потому что у нас будет еще запекаться это все. Все равно она растает, как бы. Как хотите, хотите, сильнее запекайте. Мы не стали себе запекать. Она вот нежная еще. Тут все на ваши условия. Кто-то печет прям полностью. Она твердая. Я не хочу такую твердую печь. И аккуратно вот сейчас перекладываем нашу форму. Вот. Нашу заготовку на чизкейк на наш получится большой. Огромный пирог. Распределяем по всей поверхности. Семья большая. Так что и пирог должен быть большой. Заметьте, что у нас получился масса нежидкая. И это потому, что мы добавили немного яиц. Если вы хотите массу более жидкую, или где-то видели, это как бы все на ваше усмотрение. Все делают по-разному. У нас свой рецепт. У вас свой рецепт. Опять же, пишите всегда в комментариях, если вы делали подобные пироги, типа чизкейка или что-то на творожном сыре. Обязательно делитесь своими рецептами. Или скидывайте свой канал. Мы обязательно зайдем, посмотрим, оценим. И все по краям аккуратно прижимаете. Видите, какой у нас высокий получается? Это все от количества зависит ингредиентов творога. Если у вас есть лопаточка, с помощью лопаточки все делайте. Мы делаем это с помощью ложечки. Он как бы выровняется все равно. В итоге немножко с жидким тестом было бы поудобнее, наверное, это все сделать. У нас вот такая. Ну, все. Вот смотрите, мы так выровняли. Можете что-то надпись какую-то сделать. В принципе, он выровняется. Смотрите, 200 градусов. Нагрев вверх-вниз. Ставим сначала на общее. У нас такая вот печка, что у нас нету середины. Как бы, по сути, есть вниз, есть вверх. Если мы поставим сюда, мы поставим наверх. И он не будет печься. А если мы поставим сюда, то поставим на низ. Но это больше как раз рекомендуемое положение середины. Как бы, он получается в итоге, как бы, середина нашей печи. Он не печется внизу, не печется вверху, а посередине. Так что рекомендуем ставить посередине конвектомата. Или печь, какая у вас есть. Все, закрываем. Как вы заметили, у нас была температура 200 градусов. При этой температуре мы выпекаем примерно 30 минут. Все зависит от вашей печи, какая у вас печь. Наша печь, она очень странная. Она не конвектомат, просто обычная к домашних условиям печушка. Мы тоже будем наблюдать, вдруг будет гореть или что. Сразу уменьшим. Потом убавляем температуру до 100-110 градусов и выпекаем еще час. Опять же, это все в нормальных печах. Ваша печь, вы знаете ее температуру всю. Главное, чтобы чизкейк не сгорел. Пусть подрумянится чуть-чуть. Это можно. Корочка допустима в чизкейках. Главное, чтобы он не сгорел. Чуть-чуть будет кремовый цвет. Это хорошо. Но не допускайте, чтобы он сгорел. Как проверить готовность? Он у вас будет не так сильно трястись. У нас, как видели, масса она густая. Так что можно проверить, либо нажатием пальца в серединку. Либо проверяйте шпажкой или чем-то, чтобы там не было жидкое. Ну, в районе полтора часа готовим. Так что ждем какое-то время и опять увидимся с вами. Полчаса прошло. 100 градусов и еще час. Ну что, друзья, вот смотрите, мы приготовили для вас чизкейк. Рецепт этого чизкейка настоящего нью-йоркского. Я знаю больше 20 лет, потому что я работал когда-то в кафешке в одной, в канадской. И именно так делали по этому рецепту. И рецепт единственный, мы там изменение сделали. Мы за место Филадельфии добавили сыр Хохлунд. Ну, в одной тоже почти. Просто Филадельфии в данный момент не было. На рынке я не смог купить. Так что попробуйте сделать. Он не бюджетный этот вариант. Он не дешевый, сыр этот стоит. Но результат будет реально вкусный. Ну, реальная вот вкусная нью-йоркская запеканка чизкейк. Все. Так что попробуйте сделать. Ставьте лайки, дизлайки. Обязательно пишите комментарии, как вы делаете свой чизкейк. Может быть тоже что-нибудь мы там попробуем сделать. Очень простой блюдо на самом деле. Все. Всем пока. Всем здоровья. С вами была банда Кукс Бразер Хукс. Я Димас. Увидимся в нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok.